Девушки отдыхают Том Брейдер, расхитительница гробниц, кровь Пларисса Васильевна удостоилась в 2013 году сомнительной чести попасть под ребут от квадратных Эниксов. И случилось примерно то же, что было с Вором. Много пафоса, много технологических наворотов, с голливудским размахом снятые кат-сцены и совершенно никакая, собственно, игра. Наверное, вступительная часть новой расхитительницы говорит об игре в целом все, что нужно о ней знать. В ней есть пачка QTE, одна совершенно никакая головоломка, бесполезная в дальнейшем игровом процессе охота на оленей, которая обещает, что тут типа будет механика выживания. И в итоге ничего, пусто. Минут через 40, когда игра всерьез начинается, становится ясно, что это просто шутер с элементами стелса. Раньше в рейдерах было как? Вот уровень, надо его пройти. На нем есть 3 медведя, 10 бандитов и тираннозавр. Все остальное вдумчивые попытки, двигая ящики, поворачивая рычаги и лазая по карнизам, пройти заботливо построенный разработчиками курс препятствий. Здесь есть имитация этого в виде территории, которая напоминает старые добрые курсы. И карнизы, и механизмы, и возможность ползать по скалам с помощью альпинистского топорика, и даже потенциально любопытная механика веревочных стрел. Всего этого хватило бы для нормальной игры серии. Есть даже прыжки на поперечины и недохват карниза, когда нужно срочно дожать клавишу, чтобы не улететь вниз. Но эти вещи не играют никакой роли, поскольку в каждой ситуации есть одно единственное решение, лежащее прямо на поверхности. Нужно пройти из точки А к точку Б. Простейший осмотр маршрута выявляет его элементарность. Нужно пробежать по разваливающемуся мосту? Не теряй темпы, и все твои прыжки придутся куда надо. А что с гробницами? А их нету. Вот вообще. В основной сюжетной кампании по сути фигурирует одна единственная гробница, и в ней даже есть головоломка, но она настолько сложная, что ну елки шпалки убейте меня об стену. Есть еще гробницы загадки, но они проходятся за пару минут, состоят из одной загадки, в которой все так же нет ничего даже отдаленно заставляющего напрячь мозг. Зато те из них, которые завязаны на местный физический движок могут решаться с надцатой попытки просто потому, что нужный объект не хочет вести себя так, как задумали дизайнеры. Что остается? Что остается? Остаются прокачка и перестрелки. Перестрелки сделаны компетентно, но не более того. Стволов 4. Пистолет, автомат, дробовик и лук. Все они могут быть отапгрейджены за очки хлама, собираемые на уровнях из трупов, но это не сильно нужно, разве что грейды на урон. Ничего неожиданного в вооружении нет. Пистолет надежный середняк, лук заменяет снайперку, будучи самым точным. Особенно забавно это смотрится, когда самый первый старый полусгнивший деревянный лук отправляет стрелы за полкилометра с божественной точностью. Автомат, которому можно, а точнее неизбежно придется прикрутить подствольный гранатомет, до неприличия косой и эффективен на средних и малых дистанциях, где его полностью затмывает дробовик, выносящий любого противника с одного выстрела в окрестности башки. Враги не блещут разнообразием. Есть волки, мужики с мачете, мужики с луками, мужики с автоматами, мужики с коктейлями молотова, мужики со щитами. Игра ничтоже, сумняшся, спавнит их в несколько волн, иногда даже особо этого факта не скрывая. Когда из тупичка малыми порциями выпивает человек 12, это просто умильно. Есть в игре недоваленная система стелса, но она предельно примитивна. Звук не учитывается, свет не учитывается, все сводится к тому, чтобы тушка лары не попала в конус видимости противника. Врага можно придушить, если подкрасться, но всегда, тупо всегда удобнее и проще сделать здоровый, доброжелательный хедшот из лука. Но главная проблема игры это, конечно, сюжет. Он, простите, убогий и состоит из роялей, растыканных по кустам. Лара и компания попадают на остров, который ищут случайно. Там в руинах старой японской военной базы живут чокнутые культисты, которые хотят воскресить древнее божество, чтобы свалить с острова. Все, весь сюжет. Остальное – вода, наполненная страданиями. Делая образ Лары более реалистичным, авторы добились прямо противоположного эффекта. В самом начале она насаживается на кол, потом ее грызут волки, потом она падает с нескольких водопадов, скал расшибается, ударяясь спиной о перекладины и жесткие поверхности. И нам это скармливают, как некую драматическую историю про выживание и преодоление. Я вообще молчу про сцену, где она заползает на огромную вышку при морозе где-то минус 20 градусов. Да у нее пальцы должны были примерзнуть к металлу и облизать кровавыми шметками, разбрызгивая кровь и кишки. Успокоились. Они хотят вызвать сопереживание, видите ли? Ну, я не сопереживал. Я смотрел на катсцены с каменной мордой. И мне хотелось прибить сценаристов, режиссеров и разработчиков. Tomb Raider 2013 это никакая игра с от такими оценками. Она не имеет ценности, ни геймплейной, ни сюжетной и плюет в лицо родительской франшизе. Судя по заявлениям разработчиков, следующая часть Rise of Tomb Raider это те же яйца только в профиль. Спасибо, обойдусь. Субтитры создавал DimaTorzok